Здравствуйте, дорогие студенты! Тема нашей лекции – выбор бизнес-идеи. Тема выбор бизнес-идеи. Что мы будем изучать в данной лекции? Это, во-первых, что такое икигай, что такое бизнес-идеи, тренды рынка и генерация бизнес-идей. Цель нашего урока – во-первых, понимать значение понятия икигай и как его можно применять в собственной жизни, во-вторых, понимать значение бизнес-идеи и знать отличительные особенности перспективных бизнес-идей, в-третьих, знать правила выбора идей для бизнеса, в-четвертых, знать тренды современного рынка и в-самое последнее – знать методы генерации бизнес-идей. Любой бизнес начинается с бизнес-идеи. И именно об этом мы и сегодня поговорим. Но для начала мы обсудим понятие, как икигай. Икигай – это умение находить удовлетворение, радость и осознанность в делах каждый день. Этому искусству может научиться каждый, считает автор маленькой книги икигай, нейробиолог и писатель Кен Моги. Дословно японское слово икигай можно перевести на русский язык как «смысл жизни». Оно состоит из двух слов. Ики – это жить, и гай – это причина, это то, ради чего хочется вставать по утрам. Представьте, что у вас свой бизнес, который требует всего вашего внимания и энергии. Это дело, которым вам придется заниматься большую часть своего времени. Если вы не будете получать от него удовольствие, ваш бизнес-проект станет для вас источником мучения и раздражения. Поэтому так важно гореть своим делом, чтобы у вас был стимул вставать по утрам и постоянно развиваться, становясь все более счастливым и профессиональным человеком. И поэтому для каждого человека, который хочет прожить долгую и осмысленную жизнь, так важно найти то, ради чего хочется вставать по утрам. Чтобы в вашей жизни появился икигай, нужно следовать пяти простым правилам. Первое – начинать с малого. Прославленный японский шеф-повар Дзиро Оно родился в очень бедной семье и во время учебы в начальной школе ему приходилось по вечерам работать в ресторане. Позже, открывая свой первый суши-бар, он не ставил перед собой цели основать самое лучшее и изысканное заведение в мире. Он просто старался применять свои навыки, чтобы свести концы с концами. Ведь для суши-бара требовалась самая простая кухонная утвель и незатейливая обстановка. Он постепенно совершенствовал свои навыки, оборудование и интерьер. И сегодня его ресторан считается одним из лучших в Японии и даже в мире. Никуда не торопясь, шеф-повар любовно вносил в свое дело мелкие улучшения, ведь он просто прекрасно понимал, как важно начинать с малого. Начать с малого – это впустить небольшие изменения в свою жизнь, которые постепенно сделают ее лучше. Начать раньше вставать по утрам, выделить час в день для физической активности или интересного хобби, или готовить здоровую пищу и так далее. Вторым правилом является освободить себя. Ребенок. Ребенок беззаботен и не обременен социальными определениями. Ребенок пока еще не связан узами той или иной профессии, либо социального статуса. Иными словами, чтобы обрести кегай, вам нужно принять себя, освободить свою сущность, вам нужно разбудить внутреннего ребенка, научиться быть более непосредственным, смелым, независимым от мнений откуржающих. Третье наше правило – обрести гармонию и устойчивость. И кегай имеет непосредственное отношение к гармонии с окружающей средой, с людьми вокруг нас и с обществом в целом, без которых невозможна устойчивость. Личные амбиции всегда удовлетворяются с оглядкой на состояние общества и окружающей среды. Ведь если они не будут здоровыми, вы не сможете достигнуть своих целей и воплотить в жизнь свои планы. Иначе говоря, идти к своей мечте можно только, помня о других людях, природе и окружающем мире. Невозможно обрести кегай, вредя им. Четвертое правило – радоваться мелочам. Счастье заключается не только в чем-то большом, успехе и материальном заработном плате. Повседневное счастье состоит из мелочей. Вкусного завтрака, солнечного утра, возможности сходить на концерт или вечерней велосипедной прогулке. Мысленно отмечайте вещи, которые дарят вам удовольствие, радуйтесь им. И будьте благодарны судьбе за эти мелочи. И пятое наше правило – быть здесь и сейчас. Умение быть здесь и сейчас напрямую связано с умением радоваться мелочам и с умением освободить себя. Кроме того, умение быть здесь и сейчас аналогичное состоянию потока, о котором мы уже говорили. Поток или нахождение здесь и сейчас это состояние, когда человек настолько вовлечен в свою деятельность, что все остальное для него теряет значимость. Он находит удовольствие в работе. И она становится не средством достижения цели, а сама целью. То есть вы работаете не для того, чтобы заработать деньги на жизнь, а потому что вы получаете от этого наслаждение, самореализуетесь, достигаете своих целей и делаете мир лучше. А теперь давайте приступим к поиску бизнес-идеи, которые вы сможете начать воплощать в жизнь. Бизнес-идеи – это краткое и точное определение предполагаемого бизнеса. Для того, чтобы начать свой бизнес, нужно четко понимать, чем именно вы хотели бы заниматься. Успешность проекта напрямую связана с тем, какая бизнес-идея лежит его в основе. Бизнес-идея, во-первых, должна удовлетворять потребности потребителей, во-вторых, должна приносить доход и, в-третьих, должна приносить моральное удовлетворение предпринимателю. Идеи существуют тысячи, реализуются из них десятки, а успех достигают единицы. Так в чем же секрет поиска и выбора успешной идеи? Давайте рассмотрим в следующем слайде. На практике существуют следующие правила выбора идей для бизнеса. Первое правило. Идей должно быть много. Наличие множества идей дает понимание, что каждая из них не уникальна, а одна перспективнее другой, требует разное количество ресурсов. Это все позволяет организовать сравнение данных идей в пользу предпочтительной. Правило второе. Идея должна быть из сферы деятельности, понятной для инициатора бизнеса. Заниматься проектами из сфер, в которых у предпринимателя нет компетенций, не стоит. Шансы на успех снижаются в разы. Правило третье. Идея должна быть интересной. На старте бизнеса предприниматель обычно посвящает все свое время проекту, рабочие и свободные. Поэтому неинтересный проект не сможет обеспечивать моральное удовлетворение предпринимателю. Правило четвертое. Идея должна быть сформирована в одно-два предложения. Слишком сложные и долгие объяснения скрывают за собой слабую и непроработанную идею. Правило пятое. Изучать мнение. Поинтересуйтесь у окружающих, как они оценивают идею вашего бизнеса. Мы уже поняли, что бизнес-идея должна удовлетворять потребностям клиентов. Какие же потребности есть у современных потребителей? Главный тренд современного рынка это клиента-ориентированность. Клиента-ориентированность. Это выставление интересов покупателя, то есть клиента, превыше всех остальных. Рыночная экономика породила высокую конкуренцию на рынке, а высокая конкуренция подтолкнула менеджмент искать ресурсы для увеличения продаж. С развитием общества потребления клиент хотел не только получить желаемый товар, но и сделать это с максимальным комфортом и удобством. И естественно, люди выбирали компании, где, по их мнению, к ним лучше относятся. Клиента-ориентированный бизнес рассчитан на долгосрочную перспективу и приносит владельцу стабильный доход. Компания должна сделать выбор, чего она хочет. Просто зарабатывать деньги или построить бизнес-систему, которая будет долго существовать и развиваться. Представьте, что вы отвели младшего брата в центр детского развития. Администраторы компании выдают планшеты с интернетом и играми для взрослых, которые ожидают своих детей во время занятия. Таким образом, время пролетает незаметно. К тому же, все это подкрепляется удобными и большими креслами. Все это примеры клиента-ориентированности. Когда предприниматель становится на позицию клиента, как бы примеряет его тапочки, чтобы найти решения, которые сделают процесс общения с компанией максимально приятным. Из клиента-ориентированности вытекают и другие тренды рынка, такие как развитая логистика. Недостаточно продавать товар, его нужно как-то доставить клиенту. И чем быстрее и удобнее, тем лучше. В конечном счете выигрывает конкурентную войну те компании, которые при прочих равных условиях могут обеспечить более развитую логистическую сеть для своего бизнеса. Именно поэтому современный бизнес должен тщательно продумать варианты доставки своих продуктов до клиентов. У большинства ресторанов на данный момент есть служба доставки еды, мобильное предложение, которое позволяет один раз ввести нужный адрес, чтобы потом заказывать еду на дом. Также у салонов красоты тоже есть свои мобильные предложения. Вы также можете выбрать способ оплаты, наличные, банковская карта и другие оплаты, способы оплаты. Генерация бизнес-идей. Теперь, когда вы знакомы с трендами современного рынка, перейдем непосредственно к генерации бизнес-идей. Большинство людей с хорошо развитым воображением неоднократно мечтали о том, чтобы изобрести что-либо очень полезное для общества или придумать новый сервис и не работать остаток жизни, а только получать доходы от своего гениального изобретения. Только единицы добились этого на практике. Такой низкий процент реализации подобных идей объясняется двумя основными факторами. Во-первых, достаточно сложно придумать конкретное изобретение, в котором очень нуждается человечество. Во-вторых, для получения финансовой выгоды от такого рода изобретений могут понадобиться годы разработок. К тому же, альтернативных решений второй проблемы практически не существует. Чтобы придумать потенциально прибыльное изобретение или сервис, нужно сосредоточиться на нуждах и потребностях окружающих. Одним из вариантов может быть проведение опроса. Можно найти в ближайшую больницу и расспросить ее персонал о том, в чем они нуждаются больше всего. Другой вариант. Представьте себя на месте конкретного потребителя. Например, представьте себя водителем грузовика и подумайте, что бы вам в этой ситуации могло понадобиться. Третий вариант. Пожалуй, самый простой. Вспомните о том, что вы также являетесь потребителем определенных продуктов и услуг, и что ваши потребности и пожелания вероятнее всего разделят множество других потребителей аналогичных товаров и услуг. И, наконец-то, третий вариант. Подтверждает исследование, проведенное Национальной Федерацией независимого бизнеса США среди предпринимателей на предмет того, откуда они черпали идеи для него. Результаты оказались таковы. Предыдущее место работы 42%, личный интерес 18%, случайность 10%, поступившие приложения 8%, друзья, родственники, семейные предприятия образования или иные факторы 6%. Как видно из исследования, большинство историй бизнесов связаны непосредственно с сферой, уже близкой предпринимателю, той сферой, боли которого он понимает. На этом я заканчиваю свою лекцию. Спасибо за внимание. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...